Вести ФМ Вести ФМ Иран тем временем допустил возможность превентивных мер против Израиля, а США решили перебросить 2000 морских пехотинцев к берегам еврейского государства. За событиями в регионе следит шеф Ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков. В 10 день израильские вооруженные силы с воздуха, с суши, с моря, а к военной операции в районе сектора газа присоединились два боевых корвета. Маген и Оз наносят удары по военной инфраструктуре Хамас на территории сектора газа. Несколько сот целей за эту ночь и это утро подавлены. Охота идет за подземными оперативными тоннелями, за складами оружия, за укрепленными опять-таки подземными штабами боевиков Хамаса. И работа эта проводится, как бы предваряя грядущую наземную операцию, поскольку Израиль стянул уже достаточный бронированный кулак. Несколько бронетанковых бригад находятся сейчас у границы палестинского анклава. Туда же стягиваются сухопутные части. Спецназ ведет работу на территории сектора. Уже недавно им удалось вынести тела погибших заложников, которые террористы бросили недалеко от забора безопасности на территории палестинского анклава. Подавляют точки противотанковые, которые боевики Хамас пытаются организовать в местах возможного будущего наступления израильской армии. И несмотря на это, боевики бригад из Зидима и Аль-Касама все равно находят возможность запускать ракеты по израильским городам. Буквально час назад вновь звучали сигналы воздушной тревоги в приграничном с Газой, с Дероти и в крупном портовом городе Ашкелон. И даже в Явны, уже непосредственно в центре страны. Сигналы воздушной тревоги звучали накануне и в Тель-Авиве, причем несколько раз. И это говорит о том, что несмотря на активные действия ЦААЛи, армии обороны Израиля, Хамас продолжает обстреливать территорию страны ракетами класса «Земля-Земля». Напряженная обстановка сохраняется и на северных израильских границах, на израильско-ливанской границе. Там со стороны Ливана рассредоточены боевые позиции шиитской, исламистской, ливанской группировки Хизбалла, которая непосредственно связана с Ираном. Она очень серьезно вооружена. Ее арсенал гораздо более обширен и мощен по сравнению с тем, чем обладают сегодня боевики Хамаса в секторе Газа. И вот с боевиками Хизбаллы сейчас израильская армия уже несколько дней ведет перестрелку в районе границы. Со стороны Ливана боевики обстреливают Израиль минометными снарядами, ракетами. Были попытки проникновения диверсионных групп, которые уничтожались израильским спецназом и обстреливались с воздуха. За последние дни в северных поселках и населенных пунктах Израиля погибли около пяти человек. Сейчас в стране проходит эвакуация двухкилометровой приграничной зоны. Жители 28 поселков, кибуцев и городков покидают свои дома, чтобы переместиться на юг. Это не столько угроза обстрелов, сколько угроза проникновения диверсионных групп на территорию Израиля. Сейчас Израиль как раз наносит ответные удары. Все это происходит в районе Митулы, тихого приграничного, практически курортного израильского городка. Север Израиля тоже превращается в место боевых действий. И в случае вступления Хизбаллы в войну на территории страны может не остаться необстреливаемых районов. Сергей Пашков, шеф Ближневосточного бюро ВГТРК, передавал из Тель-Авива. Срочное сообщение агентства РИА Новости. Посол России в Израиле подтвердил, что число погибших после атаки Хамаса россиян выросло до 16. 9 числятся пропавшими без вести. Еще одно срочное сообщение. На этот раз от агентства ТАСС Турция ведет переговоры с Хамасом об освобождении заложников. Об этом сообщил министр иностранных дел страны. Первое о главном. Власти Бельгии подтвердили гибель исполнителя теракта в Брюсселе. Выходец из Туниса, известный спецслужбам своими радикальными взглядами, накануне расстрелял двух шведских футбольных болельщиков. В соцсетях он опубликовал видеосообщение, где утверждал, что убил трех человек, чтобы отомстить за мусульман. По горячим следам преступника задержать не удалось. Поиски террориста продолжались до утра. Силовики задержали его в кафе. С подробностями в эфир выходит наш корреспондент в Брюсселе, Регина Севастьянова. Регина, здравствуйте. Здравствуйте. Когда я ехал на работу, сообщалось, что преступник не выжил, что по пути в больницу он скончался. Так ли это? Я не знаю, когда вы ехали, честно говоря, на работу. Но действительно, в принципе, еще рано утром было подтверждено со стороны главы МВД, анализ Ферлинден, что этот мужчина скончался. На тот момент не было известно, действительно ли это тот человек, который накануне в центре Брюсселя устроил стрельбу. Если вы об этом, то теперь это действительно подтверждено. Теперь уже выпущено специальное даже пресс-сообщение со стороны прокуратуры Бельгии, где подтверждается тот факт, что да, действительно, это тот самый человек, который накануне убил двух болельщиков сборной Швеции. Именно он сегодня был застрелен в кафе в районе Брюсселя с Харбек. Причем, как сейчас, опять же, из этого сообщения прокуратура становится известно, он злоумышленник, террорист, потому что Александр Декро, премьер-министр Бельгии, официально также заявил, что речь идет о террористической атаке. 45-летний тунизец Абдельсалем Ласуэт находился в этом кафе на протяжении нескольких часов, когда уже после стрельбы его вещи обыскали, выяснилось, что при нем было как оружие, из которого он совершил накануне двойное убийство, так и военное оружие, причем, судя по всему, американское. Вот такие сообщения были сейчас сделаны полицией. В районе полдесятого утра официально зафиксирована его смерть, когда полиция прибыла туда по вызову одного из свидетелей, который заподозрил, что это вот тот самый человек, началась перестрелка. В этой перестрелке злоумышленник был ранен, смертельно ранил, в реаномобиле его еще смогли реанимировать, но потом он скончался. При этом в Брюсселе продолжаются следственные мероприятия, потому что, по словам Аналии Сверлинден, не исключено, что он был не один, в смысле, готовил эту атаку не один. Прокуратура проверяет версию о наличии сообщников, и в целом ряде районов Брюсселя проводятся обыски. Кроме того, существенно увеличено обеспечение безопасности на улицах города, в первую очередь Брюсселя, потому что в Брюсселе сейчас остается наивысшая террористическая угроза, четвертая, по остальной части страны этот уровень доходит до трех. То есть угроза существует, но она не настолько очевидна. Целый ряд культурных мест, магазинов, точек скопления, возможного точек скопления шведов взяты под дополнительную охрану. Среди таких мест, например, даже магазины Икея, поскольку это шведская сеть, они сегодня открылись, но их взяли под дополнительную полицейскую охрану. Музей изящных искусств, весь центр города, на железнодорожных и в аэропорту, станциях тоже большое количество полиции. Не только Брюссель, но и Гент, например, тоже увеличила меры безопасности. Сейчас в парламенте даже состоялись дебаты, где разные партии по-разному выступили по поводу происходящего, в смысле безопасности, конечно же. Так вот, например, либералы считают, что нужно на улицу вернуть армию. Такое мы здесь наблюдали после террористического атака в аэропорту за Вантем и потом на станции метро. Достаточно долгое время на улицах города были военные. И вот сейчас либералы предлагают вернуть военных. Естественно, что эта дискуссия переросла в парламенте и в разговор о ситуации с мигрантами, поскольку сейчас мы знаем, что террорист находился на территории Бельгии незаконно, он находился в списке полиции как радикализованный, что от него исходит опасность. В 21-м году ему было выдано предупреждение, согласно которому он был обязан покинуть королевство. Он не имел права здесь находиться, что он, собственно, не сделал. И вот что теперь произошло. Добавлю также, что болельщики сборной Швеции, и равно как и болельщики сборной Бельгии, а ведь все произошло во время футбольного матча, оставались на стадионе до 4 часов утра. Сначала их, в принципе, не выпускали со стадиона из соображения безопасности и потом стали выводить трибуну за трибуной, под охраной. Люди, которые находились на стадионе, они говорят о том, что все проходило очень цивилизованно, без каких-либо проблем. Все с пониманием, естественно, отнеслись к этой ситуации. Но вот до 4 утра эта эвакуация происходила. Матч не был доигран, причем, в первую очередь, Швеция выступила с призывом не доигрывать этот матч. Сегодня уже бельгийская сборная по футболу обратилась к болельщикам, поблагодарив за понимание в этой ситуации и, конечно, заявив о том, что все в стане красных дьяволов тоже, конечно же, думают и находятся на стороне Швеции. В 5 часов утра премьер-министр Александр Декро провел пресс-конференцию, где подтвердил эти факты, которые я назвала чуть ранее. Ну и добавлю, что сейчас по-прежнему к жителям Брюсселя в первую очередь звучат призывы не совершать необходимых каких-то перемещений, соблюдать меры безопасности. Большое количество офисов призвали своих сотрудников сегодня работать удаленно. Это, кстати, касается и евроинститутов. Визит президента Португалии, который сегодня как раз начался в Брюсселе, отменен не был, но очень серьезно была изменена программа. Например, отменили визит к могиле неизвестного солдата. Королевский дворец, встреча с монархами, начался его визит, этот трехдневный, взяли под дополнительную охрану. Школы в Брюсселе франкоязычные открылись, а вот фламандоязычные международные школы не открылись. И точно так же многие ясли и садики тоже не открылись. Все это пока что неизвестно, как долго продлиться, но достаточно сейчас часто выступает полиция с пресс-конференцией. Наверняка в ближайшее время будет объявлено о каких-то новых рекомендациях. Александр. Спасибо. Из Брюсселя Регина Севастьянова. Вести ФМ Военное командование США решило отправить к берегам Израиля 2000 морских пехотинцев. Американская телекомпания CNN сообщает об этом со ссылкой на свои источники. В качестве цели называется сдерживание Ирана и предотвращение перерастания войны в Газе в региональный конфликт. В то же время это не означает, что американские военные будут принимать участие в боевых действиях. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что у Израиля одна из сильнейших армий мира, поэтому в помощи нет необходимости. Тем не менее, американские конгрессмены объявили, что при необходимости создадут закон, который позволит США применить войска в случае эскалации войны на Ближнем Востоке. Сам Байден завтра отправится в Израиль, после чего посетит Аман, где встретится с лидерами Палестины, Египта и Иордании. В Тель-Авиве президент США планирует продемонстрировать непоколебимую поддержку Израиля. Между тем, обозреватели газеты New York Times пишут, что эта поездка небезопасна для Байдена. Кроме того, трудно оценить возникающие при этом политические риски. На связи со студией глава Центра изучения военных и политических конфликтов, автор телеграм-канала Клинцевич Андрей, Андрей Клинцевич. Андрей Францевич, здравствуйте. Добрый день. Могут ли США оказать влияние на участников конфликта, не используя при этом свою армию? Знаете, они будут ее использовать, потому что авианосцы они туда подгоняют не просто так. Основная задача – это авиационная поддержка наступательной, назовем так, операции Израиля. Очень важно, с кем будет встречаться Байден. Заметьте, там будет и Египет, и Ордания, и Палестина. Потому что основная задача израильтян – они хотят окончательно решить этот вопрос с сектором газа и выдавить оттуда практически всех жителей. И президент Байден, мы помним об этом, уже заявлял, что зачем им сектор газа, пускай они живут в пустыне Синайского полуострова, в Египте. Мы тут построим палаточный городок и так далее. И вот недавно глава Иордании сказал, что мы и Египет против этого. Мы не хотим, чтобы из сектора газа какие-либо переселенцы переселялись, потому что это огромные проблемы. И вот у Байдена задача их сейчас будет переубедить, рассказать им о том, как это красиво, и пообещать, возможно, какие-то средства. Но американцы не просто так туда высаживать будут контингент. Они понимают, что будет открыт Северный фронт. Тест Бала, хорошо сформированная, мобилизованная, получившая закалку в боях в Сирии. Я напомню, что они воевали вместе с нами, с Ассадом против террористов. Поэтому они готовы вступить в этот бой. Иран уже сказал, что красная линия наша – это переход границы сектора газа. То есть такая практически река Рубикон, помните, которую в истории еще до нашей эры пересекали римляне, и началась большая гражданская война в регионе. Вот здесь Иран точно так же обозначил эти границы, сказал, что если вы перейдете, это будут открыты новые фронты. А для Израиля действительно есть куда смотреть и опасаться, потому что кроме самой Хизбаллы, которая в какой-то части готова мобилизовать. Вести ФМ. Первые о главном.